Зона у микрофона, как всегда, я Доггер. Ну и что, дорогие друзья, мы продолжаем смотреть за великолепной парой. Последний на сегодня это Доклер Муридомс против команды ГР. Ну и что, дорогие друзья, пики уже начались и видим то, что Слардара случайно отдали. Забанили Думу, забанили Веспа, а вот про Слардар забыли. И сразу же Фирс Пиком зашел за команду Доклер Муридомс. Также забрали у нас Лича, Винтер Виверну и Верку. Капитан команды Хэппи Мэн все очень грамотно делает. В бан у нас отправились СФ, Найт Сталкер, Дарксир, Андайенг и, конечно же, Фантом Лансер. В ответ Джей забирает у нас Таска, забирает Квин оф Пейн, Дазла и Кристал Мейден. Последние пики начались. В бан у нас отправились Дум, Висп, Джиггернаут, Бейн и, конечно же, Антимаг. Последние пики, я прекрасно понимаю, что не хватает непосредственно кэри персонажей. И что Фантом Лансер, что Антимаг очень качественные ребята. И я жду Фантом Ассасин от команды Доклер Муридонс. Это в стиле, почему бы и нет. Дополнительное время начали использовать. Венгерская пятерка, напоминаю, что взяли первую карту и формат проведения Бейстоп 2. Тим Фейт сейчас у нас не поставили тег. Но я думаю, ничего страшного, потому что мы прекрасно знаем, кто они. Минута 30 есть дополнительного времени у Джей на решение последнего пика. Ну а мы никуда не торопимся, потому что это последний матч на сегодня. Я напоминаю, что на параллельных каналах у нас... А именно на третьем работает Сперо. У Сперо еще очень много игр. У него еще и на 22 сет есть. Там очень интересный матч Хе-Хе против ЛСЛДС. И сейчас еще идет матч 834 против команды Мала в Райскинг. Заходит последним пиком. Очень интересное решение. Но, честно говоря, не знаю. Очень интересно. Очень необычно, по крайней мере. Заходит последним пиком в Райскинг. Но мы ждем. Я напоминаю, что это группа Д. Какие у нас, кстати, есть промежуточные результаты еще в параллельных группах. У меня есть еще результат Друидс, которые сыграли с Ректрект. Они тоже выиграли со счетом 2-0. У них 3 очка в итоговом зачете. Ну и вот сейчас у нас определяется последний матч группы Д на сегодня. А группа С, похоже, сегодня спала. Ну что, мы продолжаем смотреть. Здесь у нас Герокоптер заходит последним пиком. Это очень грамотный пик. И мне, опять же, нравится гораздо больше пик команды Доклер Муридонс. То есть у нас Герокоптер. У нас Слордар. Огромное количество физдэмэджа. Никакой Дазл здесь не поможет со своим вивом. Ну и мы смотрим. Пока что, ребята. Разбирают своих персонажей. Я еще раз напоминаю, что это про сериал с 13-го сезона. Что микрофон и я Доггер. Ну и мы смотрим. Анте де Умара. Приходят к нам друзья, фанаты вот этих команд. Напоминаю, что это у нас европейские группы уже начались. И поэтому вот такие у нас веселые чаты порой бывают. Ну, да ладно. Ждем Лича. Лич уже взял того самого подопечного. Ну, у нас началась игра сама, что интересно, без паузы в начале. Поэтому давайте здороваться с командами. Начнем мы с команды Team Fate. Капитан команды выступает на Queen of Pain. Причем это медовая квапа. Блюбери ниндзя это Crystal Maiden. 5к плеер это Rise King. Товарищ Дазл. На нем сегодня у нас играет STLZ. Ну, на топ у нас отправляется 6к плеер. Интересно, в сложную линию отправляют 6к. ММР. Happy Man. Капитан команды. Мурэм. Отправляется на Свардаре в сложную линию. Здесь у нас ему помогать будет Rob Boss. I love Rob Boss. Выступает на VR-ке. Майнер это Лич. Здесь у нас также Innovation. Это Виверна. И Базалс. Это гирокоптер, который будет фармить в легкой линии. Вот такие у нас примерно лайнапы. Вот такие у нас игроки. Мы познакомились с ними и смотрим за лайнапом. 30 секунд до начала игры. Мы смотрим, что же у нас будет дальше. Вопрос хороший. Да, ну у нас видимо кто-то что-то разместил. Или Европа только начала просыпаться. Поэтому ребята подключаются в чат. Мы продолжаем смотреть. 5 секунд до выхода крипов. Здесь у нас Таск пытался что-то интересное придумать. Но на боте у нас буквально без сопротивления. В итоге Таск закатывается. И не смог. Нет, все-таки смог. Смог забрать руну. А вот сейчас выживет ли он. Это уже немножко другой вопрос. И не хватает пауэршота. Самое что интересное. VR-ка могла в принципе добить. Но не стала этого делать. Здесь у нас тем временем моб-сервер-варды поставили. Все в принципе стандартно. Ну и по лейнапу видим трипло. VR-скинг будет фармить. Помогать будет конечно же Дазл. Помогать будет также ЦМК. Против них у нас стоит Слардар. На бете противостояние VR-ки и Queen of Pain. Здесь я дам предпочтение VR-ки. На топе у нас противостояние фармящего гирокоптера Виверны. Против Таска. И помогать будет Лич по всей карте. Бегать, кушать крипов. И быть очень довольным. Здесь у нас сентряк поставили. Не, ну мало ли. Вдруг варды есть. Кстати, вардов абсолютно нет. У команды. Тим Фейт. Дазл бежит ставить. Но почему-то пока что не поставили вообще ни одного варда. Или видимо здесь что-то заданное уже. Таск, кстати, очень сильно пробитый. Отходит и играет очень сиевого. На бете пока что противостояние. Ну и вот начало, в принципе, как в прошлый раз. Очень сиевого, очень осторожное. И команды абсолютно никуда не торопятся. Здесь у нас Кристалл Мейден тем временем делает отводы. Что-то фармит, что-то добивает. Все у нее пока что хорошо. Здесь у нас Таск, 73 хп. Вот это очень неприятно. Там шальной какой-нибудь выстрел залетит. Ну и вот пока что мы продолжаем смотреть, что же у нас будет дальше. Здесь у нас пробивает варе скинга очень даже неплохо. Дазл очень далеко почему-то стоит. И чувствует себя здесь некомфортно. Пауэршоты летают на миде. Здесь у нас ВР-ка стоит, крепается очень даже хорошо. Но пока что все наравне происходит. Здесь еще и пауэршоты очень такие неприятные заходят. Что у нас по хиллу? Здесь у нас есть флажка. Здесь у нас 4 танга. Ну, не знаю, что лучше. Скорее, даже лучше 4 танга. Здесь у нас Виверна перетягивается на мидл лейн. Есть дабл дэмэдж. Можно что-нибудь суперинтересное придумать. Например, забрать какого-нибудь курьера. Но здесь у нас в тем временем Кристалл Мэйден делает что-то невнятное. Она фармит лиса. Впервые вижу то, что Кристалл Мэйден фармит лиса. Причем вот так вот сразу. Сходу. Третья минута игры. Она фармит лиса. Кстати, Ферзблата до сих пор не было. Здесь у нас Квапу подвязали. Квапа пытается уйти. Прожимает Блинг. И здесь у нас Крип заходит. Здесь у нас заходит Верк. И Верку морозит это Ферзблата для команды. Фейт забирает Бребери Ниндзя. Фейт забирает Кристалл Мэйден. Просто великолепное начало. Неожиданно. Неожиданно для команды Мурээм. Самое, что интересное. Ну и посмотрим, как вот сейчас будет Верка реабилитироваться после такой нелепой смерти. Ну, нельзя было ожидать, где находится Кристалл Мэйден. Ну, а это Кристалл Мэйден просто берет и фармит нейтральный стак. И как бы ее никуда не денешь. Здесь у нас тем временем Верна гуляет. Возвращается на топ. Таск тем временем пытается как-то крепаться против Геракоптера. У него даже, получается, два крипа есть. Статистики. Ну, а здесь у нас Дазла прогоняет. Очень больно, кстати, получает за счет первого сплалича. Сколько он там дембер же-то наносит? Пятьдесят. Ну, как бы мало, но для Дазла это ощутимо. Здесь у нас еще и приходит Таск. Таск, причем под смоками. Нет, абсолютно нет никакой информации об этом Таске. И Таск у нас сейчас будет закатываться со Сноуболом и Льдом. Здесь у нас также находится Кристалл Мэйден неподалеку. Смотрим, что же будет дальше. Ну же, пора уже закатываться. Пора что-то придумывать. Здесь прорывается Квапап. Сноубол моментально получает. Виндран, Льд. Отрезает путь. Это фраг для команды Фейт. И сейчас еще и Виверна могла получить. И сейчас еще может получить, в принципе. Но в итоге просто отходит. Отличное начало от команды Фейт. Не молодцы. Просто молодцы, потому что команда держится очень хорошо. Правда, крипается немножко похуже. Видим Герохоптер, который абсолютный топ по крипстатуе. И если сейчас его отпустят, то есть не начнут его как-то фокусить, то это начало беды. Потому что Герохоптер, как мы знаем, он очень силен в лейте. И стоит отметить, что здесь у нас Мурэм в мидгейме гораздо сильнее будут выглядеть команды Фейт. Все-таки здесь у нас огромный дизарм, огромное количество Фейт с дэмэджей. И как бы комбинация всего этого создает такую синергию, которая просто разрушает абсолютно все команды. Ну а здесь у нас тем временем Райс Кинг. Крипается дальше. У него 17 крипов. Просел даже от мидеров на 2 крипа, которые постоянно воюют. Ну не совсем понятно как. Здесь у ВР-ки нет до сих пор ультимейта. А вот у Глоппы уже есть крик и можно орать. Причем неважно на кого, главное просто орать. Здесь у нас ВР-ка. Крипается дальше. На топе прогоняют Таска. Что-то у нас подлагивает. Ну это не интернет. Слава богу. Напоминаю, что вечерняя дота периодически может лагать. Это все-таки Реборн. Старый, новый, нелюбимый Реборн. Злой Реборн. Причем, кстати, следующий патч, который выйдет, он выйдет в декабре. В середине декабря. Там у нас выйдут обещанные функционал клиента. Пустынная карта из сверхплановых целей. Ну и там еще многое другое. Здесь у нас тем временем Квапа видит Лича. У Лича серьезная проблема. Приходит Слардар, встанет у нас к Квапу. Попадает станом. Еще и баш проходит. Это фраг минус Квин оф Пейн. И просто не повезло Квапе. Просто не повезло. Слардар оформляет для себя фраг. Еще и под дабл дэмэджем бежит. И готов убивать абсолютно всех, кого увидит. Ну и здесь у нас мы смотрим, что же будет дальше. Слардар очень хорошо начал. Еще лучше на топе. Тем временем у нас забрали Таска. Летел у нас сюда, в Райс Кинг. Но это не помогло. В итоге гирокоптер очень хорошо идет. 43 крипа. Седьма минута игры. Как же хорошо отыгрывает этот Кэрри. И мы смотрим, что же будет дальше. Слардар пытается воевать с Райс Кингом. Райс Кинг из пор без реинкарнации. И можно его в принципе убивать. Но решили все-таки отойти. Потому что Лич получал очень больно от крипов. Мог даже погибнуть быстрее, чем сам Райс Кинг. А там еще и Даззл есть. Грэйвом там дополнительные 5 секунд. В общем, очень опасно. На боте у нас теперь 3 игрока. Очень опасно в Райс Кинг году ему находиться. Но где у нас теперь силы примерно уравнялись. Верка сейчас пофармит под товаром. И у нее это прекрасно получается. Здесь у нас тем временем Лич бегает до базы. И Таск бежит в сторону Верки. Неужели еще раз смогут забрать Верка? На ошибках не учится. Видит сноубол. Виндран моментально прожимает. Пытается убежать куда-нибудь сделать. Отличная привязка по твоим. Верно приходит. Можно даже повоевать. Очень больно. Квапа заходит. Крик по двоим хорошо проходит. Виверно. Виверно может погибнуть. Нужно срочно на Колдем Брейс. Колдем Брейс. Уже ползет эта Виверно. Но здесь у нас Лич бьет. Пару тычек. Еще одна тычка. Тычка. Фраг. Для Лича. И это просто великолепно. 2 в 1 размен. Хотя бы какой-то размен. На топе. Тем временем. Гирокоптера. Отпустили. Просто взяли и отпустили. Посмотрите на Нетворсы. И понимаете, к чему я кланю? К тому, что 4-100 Нетворса на 9 минуте. Это очень много. 56 крипов. Один фраг. Есть у него базилка. Есть 2000 голды в стэше. И это будет что-то очень неприятное. Ну что. На втором месте у нас находится Квапа. Квапа сейчас у нас в таверне. У нее есть 1000 голды. Будет выходить непонятно во что. Но пока что купила себе просто-напросто ПТ. Здесь у нас еще есть Лордарус. Лордару 1300 голды. Будет покупать себе что-нибудь в стиле Даггера, мне кажется. Здесь у нас Дазл бегает. Пытается что-нибудь найти интересненькое. Лич с чайником. Можно уже что-нибудь очень-очень хорошее делать. Не хорошее, по крайней мере. По отношению к команде ГР. К команде Фейт. Ну а здесь у нас Дазл биджит. Дазл можно в принципе принять. Кстати, Греф на дворчику прокачан. Интересный скейл билд. Здесь у нас ВР-ка может получить. У Квапы нет Крика до сих пор. Поэтому Квапа просто-напросто пугает ВР-ку. Не более того. Здесь у нас Смоук от Герокоптера. Вместе с Виверной. Ну что же у нас будет дальше. Отправляется Мурэм. Еще и расставляет Варды. Очень нагло действует. Сейчас могут встретить Кристалл Мейден. И ее встречают. И кулдаун. Где же кулдаун? Нет кулдауна. Вот есть наконец кулдаун. Замедление получает. Рокет Берридж. И просто без шанса вставляет. Здесь у нас Таск приходит. Лед отлично не проходит. Варлес Панч. Приходит еще и Дазл. Кулдомрес Квапа приходит. Начинает воевать. Здесь ну никак нельзя помочь. Хотя сейчас Герокоптер может разобраться в принципе с Дазлом. Дазл Грейф не успевает прокинуть. Даблкил оформляет. Можно еще с кем-нибудь подраться. А где же тиммейты? Тиммейты до сих пор никто не пришел. И мог постараться забрать Таска. Но к сожалению тычки не хватило. Даблкил оформляет Квин оф Пейн. Даблкил оформляет Герокоптер. Смотрим на Файт Рекап. Ну и видим то что. Команда Файт немножко выиграла этот замес. Буквально копейки. 200-300 голды. Это совсем не преимущество. Ну а здесь у нас Герокоптер. Молодец. В итоге Слардар на боте. Уже с дизармом. И как бы с дизармом может начаться все что угодно. От команды Муре. Здесь у нас время на меде. ВР-ка погибает скорее всего. Пытается отпиться банкой. 80 кп есть. Колдем рейс и спасает. Тем самым Виверна врывается. Крик. Отлично. Квапа оформляет ВР-ку. Здесь еще и Виверна может погибнуть по-настоящему. Здесь приходит еще и Слардар. Дизарм кидает. Нет блинка. К сожалению блинка вот очень сильно не хватает. Был бы блинк было бы просто замечательно. На боте у нас тем временем Кристалл Мейден вместе с Даслом. Пришли. Начали пушить. Здесь у нас тем временем Лич. Почти восьмой уровень. На топе продолжает фармить Герокоптер. Понимает что ему пока что не хватает огневой мощи чтобы убивать абсолютно всю команду в соло. Здесь рисует план Капкан Таск. И отправляется следовать своему плану. Здесь у нас ВР-ка. Привязка по двум крипам. На боте у нас сейчас Тейдентавр скорее всего упадет. Здесь еще и Таск в спине абсолютно находится. Очень неприятный будет Сноубол. Если же Мурэм отправится дефать все это дело. Но пока что мы не видим сейв ТП. И хорошо. Для команды Мурэм здесь у нас Смоук покупает Лич. На топе тем временем крипы активно пушат Т2 Тавр. Здесь Т1 Тавр до сих пор бьют. Как же долго они бьют Т2 Тавр. Т1 Тавр прошу прощения. На итоге Квапа почти на базе. 2000 голды. У Слордара наконец-то Блинк есть. И Блинк очень важен для Слордара. Стоит отметить. Здесь у нас Даззл Пингует. Поставил Вард. Хорошо. Ну и уходит куда-то в сторону базы. Квапа. Отпивается банкой. К ТАСК. В итоге смотрим, что же у нас будет дальше. Здесь у нас Лич. Вы расставляет сентрики. Перетянулись обе команды на мидл лейн. И сейчас похоже будет какой-то файт на миде. По крайней мере мы это ожидаем. Здесь у нас гирокоптер на пару со Слордаром выходит на Квапу. Квапы начинаются проблемы. Главное вижен. Квапа видит стан, получает моментальный дизарм. Нужно убивать. Нужно убивать блин. Как не повезло-то с крипами. И продолжается погоня. Сейчас бы кулдаун еще поражать. Еще и дизарм получает. Крик на развороте. Как же больно. И Новый год. Новый год. Дабл килл оформляет Квенов Пейн. Это просто замечательно. Вау. Просто вау. Еще и на миде у нас тем временем война. Погибает у нас ТАСК. Здесь очень сильно просела ВР. Очень сильно просела ТАСК. В райсклининг прошу прощения. В райсклининг до сих пор нет реинкарнации. Ну, видимо, у него всегда при себе есть. Да, да. Именно так. Ну, а здесь у нас Дазл. Пришел вместе с Квапой. Квапой к кулдаун ультимейта на боте Виверна. Дазл с вардами. ВРК Пойнт Бустер купила. Ну, мы пока что продолжаем смотреть. 14 минуты игры. Видимо, то, что по Нетворцу. Кристалл Мейден 4600. Есть у него Мидас. Очень богатая Кристалл Мейден. Просто крайне богатая. Здесь у нас Блэк Мейл появляется у Врайскинга. Очередная привязочка. Мисплей от Мурэм. Последние минуты две точно. Здесь у нас наличие заезжают. Варлос Панч. И это фраг. Это фраг просто безусловно. Еще и Тейдин Тавер, скорее всего, сейчас упадет. Гирокоптер продолжает фармить. Пытается купить себе Сашу Яшу. Да, Сашу Яшу, кстати, не так долго остается. Почти сейчас купит уже. Здесь у нас тем временем что-то суперинтересное. Ну, Тейдин Тавер просто убили. Варка тем временем прилетела сюда. Пауэр-шот. И перетяжка куда-то в непонятном направлении. Видимо, во вражеский лес. Здесь у нас Вард Сайт. Очень грамотный. С Лордаром могли увидеть сейчас. Увидели Слордара. Клопа спряталась. Клопа врывается на Слордара. Слордар получает даггер. И здесь в итоге лед. Немножко некачественно зашел. И разошлись игроки команды Фейд. В итоге на боте у нас теперь Врайс Кинг. Врайс Кинг до сих пор без ринга. Он даже уровень не поднял, по сути, с тех пор. Давайте взглянем на графики. Видим то, что по графикам полторы тысячи преимущества команды Фейд. И по опыту в районе пятиста. Это абсолютно не преимущество, стоит отметить. И сейчас нужно команде Фейд очень сильно постараться. Врка. Который раз уже цепляют эту Врку. У нее просто, видимо, эта игра точно не задалась. Пять смертей. Один фраг и 69 крипов. Этой Врке здесь не рады. По крайней мере. Команда Фейд точно. Ну и мы смотрим, что же у нас будет дальше. Здесь у нас тем временем Таск на пару с Квапой. Отправляется на Мидал Лейн. Здесь у нас также перетягивается Даззл. Можно с ними спокойно воевать. Слардар на пару с Виверной. На Миде. Таск уже подходит. Есть Варлус Панч. Есть также Баночка. Ну и что же будет дальше? Здесь у нас тем временем Квапа. Квапа на топе вместе с Кристалл Мейден. Приходит сюда Таск. Ну, видим то, что пока что команды очень пассивно начали играть. И команда Фейд устраивает Фейф Мендоту. Буквально прошлая игра. Только поменялись ролями, поменялись местами. Здесь у нас пингует на Рошана. Кто-то что-то решил. И, по-моему, это игроки команды Фейд. Видим сразу перетяжку в виде телепортов. Райскинг. Даззл. Здесь у нас тем временем товарищи. Товарищи из команды МРМ получают дизарм. СМ-ка цепляет Лича. Лич будет погибать. Лич погиб. Здесь у нас погоня. Таск, Сноубол. Верку не отпустят. Варлус Панч заходит. Квапа начинает воевать очень больно. Верки. Верка пытается что-то сделать. Прохиливается Баночка. Отличный ультимейт от Виверна. Нужно забирать. Таск погибает. Здесь у нас Лордар вырывается. Квапа. Квапа. А почему не забрать-то ее? На топе. Гирокоптер. Саша Яша. Летит, видимо, Доминатор. Нет. Летит Угрклаб. Будет выходить в БКБ, конечно же. Что же еще? Но вот не совсем понятно, почему не забрали там Квапу. Могли. Могли это сделать. Графики у нас. 3000 преимущества по голде. По опыту в районе 1000. Ну и как бы все еще неоднозначно. 18-ая минута игры. 12-7 счет. Как же мало фрагов делают европейские команды. Венгерская пятерка Мурэм пока что отстающие у нас на этой карте. По фрагам. И смогут ли они выровняться, никому неизвестно. Здесь у нас Гирокоптер фармит. Тем временем Лич что-то здесь придумывает. В Райс Кинг подбирает Баунти Руну. Фармят буквально все вместе. Получают опыт. Таск очень богатый. Два Брасера. А за счет чего у него так много-то на Творце? Не совсем понятно. Хотя здесь еще ребята беднее. Смотрим. Здесь у нас пингуют на ВР. Квапа отправляется вместе со своей командой. Квапа врывается. Очень неприятно. Приветушка походит на Квапу. И пока что Квапу просто отпускают. Потому что есть информация по остальным игрокам. Тиммейтов Квапы. Ну и нужно действовать. Что же у нас будет дальше? Здесь, кстати, могут зацепить Даззла. Даззла моментально зацепляет. Не нужно дать ему успеть грейп. Здесь у нас ультимейт от Виверна. Очень неприятно. Кулдаун заходит. Заходит очень больно. Минус 2. И Мурэм просто отлично начинает замес. ВР-ка еще избивает. Мега стрик. С Квапы. Здесь у нас могут подцепить. Даззла. А вот этот гирокоптер убил Даззла. И как бы... Все очень даже хорошо. 20-ая минута игры. Счет 12-9. В пользу команды. Фейт. Мы смотрим, что же у нас будет дальше. А здесь у нас перетяжка. ВР-ка вообще в инвизе находится. До сих пор нету Аганима. Но вот сейчас, видимо, файт будет. И появится что-нибудь. Но вот только что. Это уже хороший вопрос. На боте у нас тем временем Т1 Тавр, который начинает просаживаться от крипов. Перетяжка моментально от игроков команды Мурэм. И этот Тавр, скорее всего, попытается забрать. Тем временем на топе у нас Квапа. Квапа с Аганимом. Покупает себе БКБ потихоньку. На миде у нас тем временем Таск. Отправляется Леод. Ой-ой-ой, как неприятно. Сейчас Виверну можно было цеплять. Но почему-то Сноубола мы не увидели. На топе Герокоптер встревает. Погибает моментально. Но вот так вот неприятно. Вроде бы... Небольшой камбэк такие устраивают. А потом обратно. Вот Герокоптер подставляется абсолютно без Вижена вообще по карте. Подправляется туда Герокоптер и... Погибает. И здесь у нас Верка на пару с Лечом отходит. Прилетает на Миддл Лейн. Здесь у нас подцепили Врескинга. Врескинга все-таки еще и реинкарнация. Реинкарнацию моментально терять. Здесь привязочка сейчас будет от Верки. Отличная привязка не сработала. Ну и моментально забирают Врескинга. Вот теперь Врескинг просто-напросто загулял. Сордар в погоне. Нужно уже разворачиваться. Пора бежать. Квапа, Квапа кричит. По троим, по четверым даже проходит. Погибает Сордар моментально. Здесь погоня уже продолжается. И Квапа продолжает агрессировать. Кристал Мейдан. И отходят в итоге игроки команды Мурэм. Битые, пизманы остаются. Сейчас Т2 тавр начнет просаживаться. Тем временем по боту у нас сплитпушит товарищ Таск. Товарищ Таск довольно-таки богат. Но Врескинг находится в таверне. Абсолютно непонятная реализация. Это реинкарнация. Какой-то спейс-кредит. Но потом он погибает. Что-то не так пошло у этого Врескинга. Квапа почти купил себе БКБ. Гирокоптер также на такой же стадии находится покупки БКБ. Но и мы пока что смотрим дальше, что же у нас будет. Здесь у нас Лич на пару с Вркой. На топе тем временем у нас Квапа. Просто-напросто крепается. Здесь у нас Таск приходит. И вся команда Фэйт почти на миддл лейн. Графики, кстати, вот очень благоприятные для камбэков. Но пока что камбэков мы не видим. Видим только небольшие косяки от команды Мурэм. А потом они убивают. А потом опять косяки. И это входит в цикл. Из которого пока что Мурэм не могут найти выход. Здесь у нас заход на Т2 Тавра. Квапа еще и с дабл дэмажем очень быстро упадет этот Тавр. Здесь у нас собираются игроки Мурэм. Дефать, видимо, не будут. Уже все решено. Но это Т2 Тавра у нас упал. В Райскингсе это дело добил. Погоним тем временем у Врки появился. Но здесь у нас команда Фэйт отходит. Последние два внешних Тавра остались у команды Мурэм. На 24 минуте игры. А здесь у нас еще и Т1 есть. Немножко лучше себя чувствуют по ТВ-рам. Ну а мы смотрим, что же у нас будет дальше. 4000 преимущества по голде. Команда Фэйт. Ну и по опыту за 2000. Так, ну ждем. Какого-то продолжения экшена. Какого-то продолжения файтов. Гирокоптер купил себе БКБ. Теперь его пробить гораздо тяжелее. Так, ну а здесь у нас в Райскинг фармит. Фармит также Квапа. Здесь у нас тем временем под смоками. В пятером игроки команды Мурэм крайне вовремя могут ворваться. Смотрим, что же у нас будет. Ну никто не подходит. Никто. Гирокоптер в лоб. Идет. В наглую. Встречает в Райскинга. Моментально нужен кулдаун. Врывается в Райскинг. В Райскинг с реинкарнацией. Начинается война. БКБ прожимает кулдаун. Хорошо проходит по треймультимейта. Виверный чайник летает. Погибает у нас уже Таск Крик от Квапы. Здесь у нас погибают уже три игрока. Реинкарнация. Возродился. Здесь у нас война. Мурэм. Какой же хороший Новый Год. Кристал Мейден заходит. Это три в два размен. Реинкарнацию всего лишь потерял в Райскинг. И гирокоптер погиб. Погибает ВРК. Дабл килл Квапа. И уходит одна Виверная. Одна Виверная ушла. А здесь уже заход на хайграунд. Файт Рекап. Видим прекрасно на ваших экранах. Две тысячи по голде. И по опыту в районе трех тысяч. И еще и Рошан сейчас достается. Команде Фейт. Это просто замечательно для них. Просто великолепно. Здесь у нас пока что Виверна фармит. Ну по крайней мере пытается что-то сделать. А погибли. Здесь у нас Дазл погиб. У нас также Таск. Но это не так страшно. Потому что основные корпы персонажей получили деньги. Получили опыт. И получили дополнительное количество Нетворса. БКБ есть у Квапы. И Аегис достается Квапе. Семь игроков в файте будет. При учете что у всех есть ультимейты. За счет Вред Скинга. И по-моему это просто замечательно. Огромное преимущество. В файтах. Здесь у нас тем временем Таск. Аура, кстати, на двоечку. Агоним есть у Кристал Мейда. Неплохо. Неплохо. Очень хорошо раздает свои ультимейты. Это Кристал Мейда. Ну и вот сейчас мы смотрим. Дазл на хосте пока что бегает. Все у него великолепно. Ой-ой-ой. Затишье. Затишье перед бурей. Здесь у нас под самоками. Квапа вместе с Таском выдвигаются. Видели ВР-ку. ВР-ка все прекрасно видела. Здесь у нас моментально пытается зацепить ее. Радианс появляется у Врейс Кинга. И непонятно. Это у нас Врейс Кинга, который будет убивать? Или это просто так он купил? Абсолютно случайно. Реинкарнация 30 секунд. Здесь пытаются подцепить Квапа. 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 Уже меньше половины хп. Блин, до сих пор не прожимает. Ну и в итоге смотрим, что же у нас будет дальше. Таск прячется. Готов кидать свой сноубол. Квапа также. Подошла. Ну и вот Врейс Кинга просто в наглую ломает. Т3 Тауэр активно пингует на Кристал Мейден. Тем временем на топе у нас Герокоптер. Т2 Тауэр упал. Здесь ФТП пошел от Квапы. Квапа уже прилетела. Герокоптер уже отошел. Вот такие действия на карте происходят. Графики у нас продолжают уйти за 7500 по опыту. В пользу команды Фейт. И по голде за 5000. Если посмотреть, то уже 7000 преимущества. Вот. Именно сейчас набралось только. Мы смотрим, что же у нас будет дальше. Побот отправился в Райс Кинг. Здесь сразу 3 игрока команды Мурээ. Ну и в Райс Кинг не решил рисковать. Просто решил отойти. Так, здесь у нас в Райс Кинг. Крепается дальше. На топе у нас тем временем. Смотрим, что будет. Идут именно по топу. Ну и пока что никуда не сворачивали. Здесь у нас Квапа на Клиффе стоит. И в роли Варда 2-го. Потому что здесь 1-й уже есть. Ну и похоже сейчас будет попытка. Зайти на хайграунд. 29-й минуты игры. Счет 18-12. И заходит у нас на топ-торону получается. Перетяжка сейчас будет? Да, будет. Или решили засплитпушить в две стороны. Очень смелое решение. Здесь у нас Радианс. А Эггис пропадает через 2 минуты. В Райс Кинг купил себе тем временем даггер. Перетяжка на топ. Мека появилась у Лича. Почти 13-тысячный творца у Квапы. 12-тысячный творца у Гирокоптера. Здесь у нас перетяжка Квапы. А куда Квапа ушла? Квапа на базе. Гирокоптер. 2-100 по голде. Ничего нового с БКБ не появилось. Здесь у нас тем временем гуляют ребята. Никуда не спешат, не торопятся. Рисуют где находятся все игроки. Муррея. С вероятностью 100%. Ну и оказывается, что они находятся примерно на своей половине. Так, ну что, мы смотрим дальше. 30-ая минута. 18-12. По боту Квапа уже идет во все. Смоук есть у Виверны. Так, ну и смотрим дальше. Что же у нас будет? На боте. Тем временем у нас продвигается вся команда Фейд. Похоже, сейчас будут пушить последний внешний тавер. 31-ая минута игры. Фортификация имеется. А будут ли дефать, это уже немножко другой вопрос. Ну что, смотрим. Будут ли дефать. Ну и похоже, что дефать у нас никто не собирается. Дефать забирается. Примещается сразу же на миддл. Здесь у нас сейфтп. Виндранерка моментально нажимает. Виндран и уходит. На развороте можно даже с Квапой подраться. Почему бы и нет? Аегис пропал. Интересно, Квапа это заметила? Квапа это заметила. На миддл у нас тем временем в Райскинг. В Райскинг продолжает пушить. 1200 голды не хватает. Мне кажется, ему либо толстоты, либо огромное количество демажа еще нужно набрать. Райскинг по топу. Идет. На Слардара. Слардар пока что ничего не боится. Еще и стал. Он будет на кулдауне. Врывается моментально. Получает стан. И просто крит заходит. Заканчивается у нас Слардар. 19-12. Графики продолжают идти. Это проблема. Проблема для Мурея. Посмотрите. 12-тысячный Творца. Вот то самое свойство, когда саппорт покупает. Мидас. И он очень удачно идет. 5-1-7. Счет. 95 крипов. Это очень неплохой показатель. Ну и видим то, что дает свои плоды. Такой результат работы на стадии лейнинга. Квапа блинкуется активно. На топе у нас тем временем Лич. Лич пытался что-то сделать. Ну и заход на хайграунд. Заход на хайграунд. Очередной. Врайс Кинг врывается. Никого не находит. Здесь у нас тем временем Тавр стоит. Не шатается. Начал подшатываться. И здесь Врайс Кинг, который теряет реинкарнацию. Просто моментально. Появляется снова и делает блинк аут. Тем временем по боту у нас отправлялся Геррокоптер. Вернулся уже на миддл лейн. Есть у него кстати деменедж. И интересно что это. Это криты? Ну Дейдалус в смысле. Или же МКБ? Мне кажется, что все-таки криты. Зайдут. Здесь у нас Слардар врывается. Кристал Мейден получает еще и баш. Очень больно. И замедление отличия. Также проходит лед. Отрезает двух игроков. Здесь у нас вив прожимает. Очень неприятно. Геррокоптер кидает кулдаун. Таск получает этот кулдаун в лицо. Здесь у нас ракетка летит. Тем временем погоня пока что разделилась на 2-3 фронта. Точно. И здесь погоня продолжается все-таки за Таском. Или нет? Не продолжается. Мурд решили просто развернуться. И сделали очень правильное решение. 34-ая минута игры. Счет 19-12. Ну а мы смотрим дальше. Фейт. Пока что идут очень удачно. Очень-очень-очень. За 10 тысяч по голоде уже идут. 15 тысяч натворца квапы. 4-6-6-сот есть по голоде в этой квапы. И стоит отметить, что у нее сейчас еще появится хекс. Также у Таска появилась БКБ. Но БКБ это уже совсем сурово. ВК тем временем забрал у нас Лича. Ну что мы смотрим дальше. Что же у нас будет. Райскийнг пришел. И ждет непонятно чего. У него также 15 тысяч натворца. 3-900 по голоде. У квапы что-то суперинтересное. А курьер уже летит в сторону по тайной лавке. Что он здесь купит. Ну покупает конечно же очевидные айтемы. Но появляется хекс. И вот с хексом можно уже что-то очень-очень интересное придумывать. 35-я минута игры. Хекс есть. И сейчас нужно Мурэм собраться и попытаться задефать. Потому что видим то, что команда Флейт отправляется непосредственно на хайграунд. И без дефа здесь не обойдется. Есть у нас квапа на подстраховке в Райскийнга. Заходит еще и Даззл в варажский лес. Ничего не боится буквально. И кстати идет он с гемом. БКБ есть у Райскийнга. Здесь у нас встречает крипов неожиданно в Райскийнг. Так, ну что же у нас будет дальше. Повершоты летают. Неужели решили зайти на сторону. Сторона кстати абсолютно фуловая. Здесь у нас немножко коцаны. Буквально пару тычек. Скорее даже одна от какой-то персонажа. Продолжаем смотреть. У нас 36 минут игры. И вот события пока что закончились. Потому что Мурэм перешли в очень глубокий ДФ. Просто окопы. Окопы виднеются. У команды Мурэм. По самоками. Мурэм в пятером. Отправляется в сторону вражеского леса. В сторону Рошана. МКБ все-таки появился у игрокоптера. Ну теперь всегда будет попадать. Этот вертолетчик. Здесь заход на Рошана. Это второй Рошан на карте. 37 минут за игрой. Еще 20-12. Ну и отходят у нас игроки. Команды. Фейт. Что же будет? Лич поставил обсервер. Пингует где находятся враги. Сейчас гирокоптер врывается в райскинг. Очень неприятно. Хиксят у нас моментально Слардара. Слардар будет погибать. Здесь БКБ прожимает гирокоптер. Гирокоптер стреляется. Не прокидывается. Кстати кулдаун до сих пор. Здесь у нас тем временем пришел еще и Таск. Таск очень больно. Теряет реинкарнацию. Ой-ой-ой. Серьезные проблемы. Ультимейт. Это Виверна заходит по двоим. Погибает гирокоптер. Слардар также погибает. Это минус 2. Здесь нас пытались пробить саппорта. В саппорта почти пробили. 100 хп осталось. Урну прокидывают напоследок. Здесь нас прогибает. Тем временем минус 3 для команды Мурэ. Ну и сейчас у нас ВР-ка. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И все бы закончилось. Кристалл Мэйден встречает Виверна. Виверна погибает. Мега килл стрик получает у нас Блибери Ниндзя. И еще и Рошана видимо забирают. 38 минуты игры. И просто превосходный файт. Размен в реинкарнацию в Рейс Кинга. И Рошан уже упал почти. А Эгис достанется в Квапе. Ну давайте смотреть на графики. Крайне печальные графики. За 14 тысяч по голде. За 15 тысяч по опыту. Здесь уже нужно заканчивать такие дела. И идти гулять. Здесь у нас в Рейс Кинг. С Гипперстоуном. 200 кстати есть у Квапы. К3 Тавер. Здесь у нас Стан врывается в Р-ку. В Р-ке очень больно. Есть ли байбеки. Давайте переключим на эту графу. Здесь у нас тем временем закатывается на Стар Тар. И кулдаун летает. Абсолютно никто не ощущает этот кулдаун. Ультимейт от Кристалл Мэйден. Посмотрите как же больно Виверне. Виверна выживает. Виверна уползает. Здесь война с Гирокоптером. Война начинается с Рейс Кингом. Рейс Кинг с Реинкарнацией. Лед заходит неудачно. И Т3 Тавер. Просто нужно сломать Т3 Тавер. Нельзя дальше агрессировать. Нужно просто ломать. Просто ломать. Чем сейчас у нас занимается фортификация. А после фортификации ничего уже не будет. Отходят игроки. Команды Фейт. Здесь у нас крипы. Даззл перемещается на базу. Здесь у нас тем временем еще и Кристалл Мэйден. Кристалл Мэйден с Мидасом до сих пор тусуется. Переключаем обратно на Нетворс. Кстати, что у нас тут вообще? Тут у нас есть... Ни у кого. Нет вообще у Мурэ М байбеков. И это очень было бы печально, если бы смогли все-таки зайти. Но пока что не зашли. Рейс Кинг. Купил Гипперстон. И скорее всего это, кстати, будет выход в Кирасу какой-нибудь. Возможно, конечно, он купит себе... Муншард. Но я жду именно Кирасу. Потому что армор очень важен. Вапа! Врывается. Очень неприятно. Хекс. ВР-ка. ВР-ка получает. ВР-ка. Вентран не помогает. 60 секунд таверни. Даже не успела из стана по-настоящему выйти. Там два стана было. Вместе с Хексом. Ну и по боту отправились. 40 секунд нет ВР-ки. Это проблема. Это очень серьезная проблема. У всех абсолютно есть ультимейты. Кроме как у Квапы. 15 секунд еще не хватает. А Хекс уже есть. И кулдаун пробрасывает Герокоп. Немножко пробели Квапу. Т3 тавер сейчас похоже будет падать. Реинкарнация есть. Виф прокидывает. Врайск. Добивает Т3 тавер. И заходит на милишные бараки. Милишные бараки нужно прямо суицидиться. Милишные бараки. Упали. И осталось только тренджевые добить. Это минус сторона. 41 минуты игры. 25-12. Врайск сейчас возрождается. Нужно срочно убегать. Игрокам. Хотя они могут даже уже противостоять спокойно. 16 тысяч нетворца у Герокоптера. Герокоптер СМКБ. 1200 голды сверху. Ну и пытается. Пытается как-то вытащить эту игру. Из плохой ситуации. Но пока что у него это не получается. 20 тысяч преимущества. В пользу команды Фэйт. И по голде за 15 тысяч. Уже за 20 по сути по голде. Ну и по боту отправляются игроки. Фэйт. Здесь у нас врывается Клопа. Моментально. Сайленсит у нас ВР-ку. ВР-ка. Кулдэмбрейс получает. Пока что спасается. Кулдаун прокидывает. Здесь у нас ультимейт. Отвиверно. Хорошо проходит. Врывается. Просто СМК. Разрывает абсолютно все. Что это вообще произошло. И это минус 2. Сейчас. Слардар будет получать. БКБ не пробивает. Минус 3. Кулдэмбрейс. Убьются Слардары. Виверно. Также побивает. Минус 4. Минус 5. Это Фолдмен. Файфтим Вайп. Усполнение команды Мурэм. Просто 5 в 0. И можно заканчивать это дело. Гирокоптер делает байбэк. Гирокоптер. Гирокоптер просто стоит на базе. Good game. Well played. Прожимает. Виндрэнджер. Мы поздравляем. Кстати. Обе команды. Они заканчивают матч со счетом 1-1. Ничья. Для команд. 41-56. 30. 12. Еще раз поздравляем. Обе команды. Они получают по 1 очку. И сейчас они находятся на. Получается. Третьем. Третьем. Четвертом месте. Мы еще раз их поздравляем. А для вас сегодня работал. Комментировал на шестом канале Яддог. И если хотите поддержать как комментатор. Можете подписаться на группу ВКонтакте. Всем еще раз огромное спасибо. И увидимся на следующих стримах. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok